Функция копия позволяет скопировать файл. Давайте создадим следующий пример. Допустим, у нас есть папка folder. Ну, допустим, две папки будет folder1 и folder2. Здесь будет folder2, здесь я переименую, сейчас folder1. И из папки folder1 я создам новый файл. Files1.txt Здесь будет содержимое файло привет мир, допустим. И отсюда мы его должны скопировать в папку folder2 с именем файла files2.txt Давайте мы сейчас это и сделаем. Для этого указываем старый путь к файлу. Его старым называем, но на самом деле он просто скопируется, он не исчезнет, не будет никуда перемещаться. Итак, задаем folder1 в files1, откуда скопируем. И дальше задаем вторую переменную, куда необходимо его скопировать. В папку folder2 и задаем имя файла, что и будет files2.txt И давайте посмотрим, что у нас в итоге получится. Как видим, у нас ошибок нет. И вот здесь появился новый файл files2. Привет мир! Если мы сейчас здесь files1 изменим немного, добавим какие-нибудь символы и попробуем повторно скопировать. Вот, у нас files2 тоже перезапишется. Вот, еще можно эту же функцию заменить немного другой. Мы ранее как раз проходили. Для этого можно воспользоваться функцией файлы packContents. Здесь указываем, куда нужно сохранить файл. Вот, и здесь можно его прочитать с помощью функции файла getContents. И здесь указываем наш старый файл. Все, вот так будет выглядеть функция, которая тоже сможет копировать файл. Вот давайте я его специально удалю сейчас. Так, у меня возникла ошибка. Сейчас я вот таким образом его удалю в files2. Вот, обновляю в браузер. И как видим, у меня files2 появился. Вот, если я сейчас его открою, то здесь содержимое файла тоже появилось. Ну, или если через этот редактор открою, то то же самое будет. Давайте немного усложним ситуацию. Усложним пример. Я сейчас попробую какое-нибудь изображение добавить. Так, с изображениями у меня, конечно, проблема. Так, ну вот у меня есть презентации. Давайте какое-нибудь видео скопируем. Тоже с помощью вот этих же функций. Чтобы вам было более понятнее. Так, я помещу этот видеофайл себе на сайт. Сайт.ру. И помещу в папку folder1. Делаю то же самое. И давайте сразу убедимся, что наш видеофайл действительно сейчас работает. Вот, как видим, он запускается. Здесь какое-то видео я записывал. Вот оно все работает. Все замечательно. Мы должны поместить этот видео в папку folder2. То есть с помощью вот этих функций мы сначала получаем содержимое этого файла. И потом с помощью функции filepack.contents его записываем. Итак, я копирую имя файла. Вот, вместе с путем у меня будет ifmp4. Ну давайте будет if2.mp4. Вот, самое главное, чтобы формат файла остался. Здесь у меня сейчас все пусто. Обновляю браузер. Как видим, ошибок никаких не возникло. И давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, как видим, у нас if2.mp4 создался файл. Вот, если посмотрим на размер файла. Здесь у меня 15 мегабайт. Он занимает с половиной. Почти 16. Если сюда зайдем, то увидим ту же самую ситуацию. Он столько же занимает, то есть нисколько не изменится. Вот, если я его сейчас запущу, то, как видим, он работает. То есть никаких изменений не произошло. Все четко скопировалось. Вот, поэтому эти функции тоже использовать можно.